Добро пожаловать на WatchMojo, и сегодня мы обсудим топ-10 случаев, когда дублёр очевидно спалился. В этой подборке мы собрали все моменты, когда замену было видно. Под дублёром мы подразумеваем вообще любые подмены настоящего актёра. А у вас были моменты, когда во время фильма вы показывали на экран и говорили «Это ещё кто такой?»? Дайте знать в комментариях. Номер 10. Джек Доусон. Титаник. Все были слишком отвлечены во время этой сцены, чтобы заметить подмену. Леонардо Ди Каприо не рисовал портрет Роуз, как делает его герой Джек, и эти предположения подтверждают чужие руки в кадре. Кисти намного старше рук Ди Каприо, так что если он резко не постарел, то это конечности дублёра. И так получилось, что им оказался сам режиссёр Джеймс Кэмерон. Говорят, что кадры даже пришлось отразить, чтобы левша Кэмерон совпал с правшой Ди Каприо. Наверное, это был самый дешёвый спецэффект в фильме. Номер 9. Изабель. Ваше Высочество. Одна из самых известных сцен в «Возвращении джедая», когда Кэрри Фишер попадает в рабство к Джабби Хато и примеряет легендарное бикини. Натали Портман играла мать Леи в трилогии приквелов, и фанаты обрадовались, что бывшая Падме будет носить похожие бикини в фильме «Ваше Высочество». Но их ждало разочарование. Когда героиня Изабель предстала в минималистичном костюме, это была явно не Натали Портман. Она поворачивается, и всем очевидно, что перед нами дублёрша. Говорят, это была ирландская студентка. Простите, народ. Придётся поднапрячь воображение. Номер восемь. Герои. Космобольцы. Это прикол, но тем не менее примечательный. «Космобольцы» – комедийная пародия 1987 года на легендарные космооперы своего времени, и, конечно же, «Звёздные войны. Новая надежда». Когда одинокий Стар и Бафф вызволяют из плена Принцессу Веспу и Дот Матрикс, силы Тёмного Шлема наступают на пятки. Герои оборачиваются, и оказывается, что это не они, а их дублёры. Шутка становится только смешнее от того, что они совсем не похожи на настоящих героев. Просто обернитесь, а мы продолжим снимать вас со спины. Номер семь. Рик и Эвелин О'Коннелл. «Мумия возвращается». «Мумия возвращается» прославился своим графонистым дублёром Дуэйна «Скалы Джонсона». Но оказалось, что замена актёров – это не только постпродакшн. В самом начале фильма Рик и Эвелин запускают мину-ловушку, которая затапливает древние руины. Эти двое обнимаются перед тем, как на них обрушивается вода, и в мгновение можно пропустить момент, когда Брэндона Фрейзера и Рэйчел Вайс заменяют дублёры. Они одеты, как персонажи, но на стоп-кадре видно, что это точно не они. Неужели боялись подмочить репутацию? Номер шесть. Эдвард Каллен и Белла Свон. «Сумерки». Актёры не всегда должны торговать лицом. Иногда графон, дублёры или обычные каскадёры могут заменить персонажа, когда нет крупных планов. Это даёт актёрам время сосредоточиться на более сложных сценах. Вы должны увидеть, как мне выглядят в солнце. Похоже, Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт местами отлынивали от съёмок. Ведь эти два бегуна – не звёзды фильма, а, скорее всего, двойники. Это немного сбивает с толку, потому что в этом фильме съёмка не кажется такой уж физически сложной или опасной. Но мы не осуждаем это решение. Мы осуждаем сам фильм. Но это уже другая история. Номер пять. Терминатор модели 101. Терминатор 2. Судный день. Арнольд Шварценеггер – всемирно признанный спортсмен. И можно подумать, что он выполнял трюки сам. Но нельзя же подвергать звезду опасности. Да и иногда актёрам нужны перерывы. Проблема в том, что существует не так уж много людей, похожих на Арнольда Шварценеггера. И поэтому эта замена в Терминаторе 2 так выделяется. Когда Терминатор пытается спасти Джона Коннора от Т-1000, в оригинальной версии понятно, что это не он, а двойник. В последующих переизданиях лицо Арнольда добавили на компе. Но замену всё ещё видно, если присмотреться. Номер 4. Гимли. Властелин колец. Возвращение короля. Иногда фэнтези требует немного киномагии. Рост Раас из мира Средиземья различается. И в фильмах Властелин колец часто использовались двойники. Вблизи для съёмки «Разницы в росте» использовались различные методы. Но на общих планах актёров заменяли на более низкорослых. Но это очень крупный кадр, и заметно, что парень не очень похож на Джона Рис Дэвиса. Может быть, у актёра был тайм-аут? Или может, грим со спецэффектами в тот день не сработал как надо? Из-за большого количества статистов на заднем плане трудно определять разницу в росте. Но это немного обескураживает и может заставить некоторых зрителей задуматься, откуда взялся такой средиземский гном и что он сделал с Гимли. Номер 3. Мейс Винду. Звёздные войны. Эпизод 1. Призрачная угроза. Учитывая все безумные приключения джедаев, в фильмах обязательно есть парочка дублёров и каскадёров. Но тут был не трюк. Сэмюэл Л. Джексон просто решил отдохнуть. В конце фильма Палпатин посещает Набу и его сопровождают члены Совета джедаев. Тут Пло Кун, Ки Аде Мунди и... этот парень? Мейс Винду появляется позже на кремации Квайгона Джинна. И можно предположить, что это была кратковременная замена. Но мы определённо чувствуем нарушение в силе, когда на экране нет Сэма Джексона. Номер 2. Джек Геллер Друзья В 90-е сериалы обрезали до квадратного формата 4х3, чтобы они помещались на экраны телевизоров того времени. Но их снимали в большем соотношении, что позволило перевести всё в широкий формат для современного стриминга. И теперь повылезали некоторые невидимые ошибки. Например, когда в кадре дублёр Кортни Кокс нельзя не задаться вопросом, с кем разговаривает Фиби. Где Моника? Более яркий пример – актёр Элиот Гулт, играющий отца Моники и Росса. Они либо забыли позвать его снова для реальной сцены, либо использовали неправильный дубль на монтаже, и теперь этого человека видно вместо него. Они совершенно не похожи друг на друга, и это один из самых странных пунктов в нашем ТОПе. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Рубеус Хагрид Гарри Поттер и философский камень Почти у каждого ребёнка-актера в фильмах о Гарри Поттере был дублёр, ведь есть законы о защите труда детей на съёмках. Двойники действительно помогали, когда им приходилось выполнять особо опасные трюки. В случае с Роном Уизли в одной из сцен первой части это было довольно заметно. А вот исполнитель роли Хагрида Робби Колтрейн – взрослый мужчина, способный вынести полноценный рабочий день. Но почему нас так пугает момент, когда вместо него появляется рандомный человек? Да, этот парень высокий, у него есть борода, но его выдают глаза. Это настолько очевидная подмена, что попадает на первое место нашей подборки. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!